Сегодня я хочу представить вам сервис Перевозка24. Это сайт, на котором размещены объявления от владельцев спецтехники и грузового транспорта. Удобный функционал сайта позволяет быстро найти технику в нужном городе. Также есть указания точки базирования техники на общей карте. А если вы являетесь владельцем спецтехники или грузового транспорта и нуждаетесь в заказах без посредников, то смело добавляйте свою технику в сервис. Более подробную информацию вы найдете на сайте перевозка24.ru. Ссылка на сервис в описании к этому видео. Сегодня мы попробуем загнать автопоезд-паровоз на погрузочное место без разметки, без линий, на асфальте. Все, как вы любите, чтобы было всем гораздо интереснее. Давайте же посмотрим, с чего начинать эту процедуру. Всем привет, ребят! Мы снова с вами в автопоезде. Наш коллега дал нам в распоряжение такую машинку ненадолго. И я хочу с вами поговорить вот о чем. Значит, автопоезд пустой, с поднятым ленивцем. Мы должны поставить под вторую рампу. Будем считать, что у нас площадка до того, как начинается угол травы. Туда дальше мы вообще это не считаем. То есть она заканчивается. Очень часто это становится проблемой именно для того, чтобы выровняться в ровную линию. То есть рассмотрим такой вариант, что рядом должны еще становиться коллеги, и мы не можем оставить его согнутым на одну сторону. Он должен быть у нас ровно в струнку. Как же этого добиться? Давайте потихонечку я попробую вам рассказать. Ну, конечно, мы наблизились, если это возможно. Рассматриваем такой вариант, что мы сами будем рассматривать другие варианты, когда много машин попозже. То есть мы находимся посередине двери кабины. Смотрите. И в это время нагружаем руль до упора вправо. До упора вправо. И заезжаем как будто с небольшим выступом, заезжаем на условное продление коридора. То есть мы видим, да, вот на щиток пожарный приблизительно светит эта рампа. Вот я пока выровнял кабину на щиток. Она уже у меня стоит. Смотрите. Одиночка стоит полностью в рампу. Смотрите, мы прицепа не видим, потому что прицеп у нас, он видите как. Значит, первая часть нашей дуги показывает, что одиночка делает поворот на 90 градусов вправо и становится перпендикулярно стенке. То есть так, как будто собирается заезжать. На рисунке вы видите красные линии, которые вы обязаны себе представлять, даже если их нет на асфальте. Желтую линию я нарисовал как предел нашей площадки. А по зеленой, вот эта так называемая эска, должна всегда иметь вот такую траекторию, если места спереди ограничены. То есть средняя ее часть должна быть перпендикулярно стенке. Именно по ней должна пройти одиночка, чтобы поставить в исходное положение для заезда прицеп. Это самая правильная траектория. Проехав так, даже не полметра, потому что все, у нас условно здесь, вы поняли, да, заканчивается. Крутим руль влево на пол хода, то есть не до упора. И смотрим, что происходит с прицепом. Прицеп как будто одиночка. Красиво заходит у нас в этот же коридор, куда прошла одиночка. Но когда он стоит, видите, он стоит гораздо дальше туда, в той дальней рампе. Мы поэтому здесь у нас условно место есть. Мы протягиваем и для того, чтобы изгибать передние колеса прицепа. Посмотрите, я машиной еду прямо. Завершаем вторую часть нашей эски и становимся на исходную позицию для того, чтобы начинать движение задним ходом. На самую хорошую и правильную исходную позицию. На рисунке вы видите, что желтый вектор прицепа стоит явно не параллельно красным линиям. Он смотрит на дальнюю рампу. Для этого все колеса, и колеса машины, и колеса прицепа должны иметь изгиб в левую сторону, что и видно, в принципе, на данной фотографии. Потому что мы будем заходить дугой в коридор, заталкивать прицеп и двигаться, соответственно, машиной, замком навстречу этому прицепу, сцепному устройству. И, смотрите, корпус прицепа разворачивается и смотрит у нас в сторону нашего окна. Мы видим, даже если и линии нет, мы видим, что он немножко косовато туда провалился, на дальнюю рампу. Но именно этого я и добиваюсь. Смотрите, сейчас он дверью уже смотрит на разгрузочное окно. Вам придется мне поверить, потому что, наверное, камера искажает. В этот момент я машиной выровнял руль и двигаюсь прямо, чтобы выровнять дышло. Смотрите, дышло, хопа, выровнялось почти. Если оно, переднее колесо прицепа, почти ровно, сейчас оно будет ровно, еще 10 сантиметров назад. Прицеп у нас стоит куда надо, значит, нужно вывернуть руль до упора влево, чтобы сам замок с машины на прицеп шел навстречу колесам. То есть дышло перестает ломаться. Смотрите, смотрите. Видите? Я рулем корректирую, чтобы колеса передние прицепа держать ровно. Ровно, 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 ровно. Ровно, ровно. А теперь смотрите. До рампы у нас остается еще около 3 метров. Смотрите, что получилось. У нас специально косо в одну сторону стоит прицеп. Вы видите, на свой правый борт переваливается, а машина, голова машины, еще не стала на место. На первый взгляд, эта кривизна кажется какой-то неправильной суетой. И может быть человек, который смотрит, наблюдает за этим, думает, ну он что, не видит линии. Но в этом, ребят, в этом весь секрет. Я хочу сравнить это с футболом. Я уже вам говорил. Мяч нужно подавать не в ноги футболисту, оттуда, куда он бежит. Вы должны понимать, оранжевая линия, это ось машины-одиночки. Она еще далека от того, чтобы встать в красный коридор. Поэтому в тот момент, когда одиночка будет раскручиваться почти на 45 градусов, прицеп не будет стоять ровно. Он прицеплен к ней, и она является его рулем. Поэтому мы должны перехитрить ситуацию. Мы специально желтую линию заваливаем, желтую ось прицепа заваливаем на правый борт, чтобы за то время, пока оранжевая ось прицепа вернется в красный коридор, желтая тоже встала на место. То есть это нужно передвигать преждевременно. Только так у вас получится с первого раза. Иначе он выйдет на левый борт, завалится и выйдет из коридора. Для этого мы продолжаем находиться на задней передаче. Выкручиваем руль вправо на половину хода и проваливаем дышло градусов на сколько? Ну, смотрите, сами смотрите. Немного, да? Так, чтобы открылось... Давайте так, по борту одиночки у нас открылась половина передней стенки. Видите, что половина передней стенки прицепа у нас открылась, да? Завалили его так, чтобы половина, вот серединка, серединка появилась, да? Мы обращаем свое внимание только на углы, но на самом деле сцепной механизм и с дышлом переваливаются на правый борт и передние колеса прицепа переваливаются направо. То есть при заднем ходе они занесут налево борт, тот, который мы сместили специально до этого. Все, теперь, ребят, стоя на месте, выкручиваем руль до упора влево, до упора влево и смотрите, что у нас происходит. Видите, как остановится прицеп? Теперь включаем передачу вперед, руль до упора вправо, и наш прицеп зашел на место. Конечно же, как и обычно, не стоит все стараться скопировать сантиметр в сантиметр, борт в борт. Все для каждого автопоезда немножко по-другому. Зависит от длины базы прицепа, от длины зацепного дышла, от места подцепа, от угла поворота колес и от нагрузки, от многих факторов. Но сама идея, вы должны понимать саму идею. Идея неизменна. Только нужно подстроиться под свой автопоезд, чтобы исполнить это правильно и красиво. Ну и напоследок, ребята, я хочу вас немножко обрадовать. Скажу, что видео, которое я снял, было с облегченным вариантом. То есть подтягивание вперед не обязательно. Шлифуйте свое мастерство, дружитесь со своими машинами, и если вы точно будете знать ее угол, насколько она скользит, как она вас слушается, то сделать это можно и без подтягивания вперед. Конечно же, для начала каждому придется дернуться вперед, потому что угадать с первого раза у него это, скорее всего, не получится. Но я желаю вам всем, чтобы все у вас получалось. С первого раза за одним махом, и тогда будете получать только аплодисменты. Спасибо за внимание, всем здоровья, до новых встреч, пока!